Вообще Терра Инкогнито совершенно неизведанная страна. Нет, теперь не Терра Инкогнито. В залах картинной галереи больше двух сотен экспонатов из мастерских вологодских реставраторов. Образы и чудотворные иконы, шитью и книги, пейзажи и гравюры. Это даже не восстановление, это новая жизнь предметов с вековой историей. Мастера под темной эмалью и олифой порой впервые за десятилетия открывают замысел иконописца или художника. Не ремесленники, а лхимики нашего времени, причем азартные и увлекающиеся. Нам хочется показать реставрацию, музейное дело не как что-то скучное, знаете, такое музейное, архивное, пыль веков. Это живой процесс, это живая ткань искусства, потому что трепетно и художники, и реставраторы, и музейщики, мы несем эти произведения, мы их выискиваем иногда на чердаках, где-то в развалах. Работа над одним экспонатом может длиться годами, неспешно, вдумчиво, кропотливо. А порой реликвия все-таки откладывается для другого мастера или в долгий ящик, потому что на данный момент нет нужных технологий. Написано в 1530 году для иконостаса Ферапонтовского монастыря. Сегодня эксклюзив для музейных работников от заслуженного деятеля искусства России Александра Рыбакова. Реставратора, доктора искусствоведения, профессора. Одного из основателей Вологодского филиала центра имени Грабаря. Свои 70 художник, отреставрировавший сотни музейных экспонатов, мастерство передает студентам университета. В этом деле кадры тоже решают все. Посмотрите, сколько в фондах нашего Вологодского музея-споведника. Работы у нас очень много. И хотелось бы, конечно, раздевать наше дело реставрационное. Ну, что мы и стараемся делать, привлекая молодежь по мере возможности. Это своеобразный наглядный материал для посетителей. Вот так слой за слоем исчезает не только пыль, но и века. И под плотными слоями копоти и лака проступают лики, написанные еще в 15 веке, словно умытые умелой рукой мастера. За годы работы вологодские художники отреставрировали десятки по-настоящему уникальных икон. Так, одна из них чудотворная икона – богоматерь Адигитрия. В течение 10 лет она находилась на реставрации в областной столице и была затем возвращена в Устюженский храм. Но тут же украдена. Через несколько лет она оказалась в галерее лондонского коллекционера, который приобрел икону за 180 тысяч фунтов стерлингов. Узнав об ее криминальном прошлом, коллекционер тут же передал ценность в Россию. И сейчас богоматерь Адигитрия украшает один из центральных залов храма Христа Спасителя в Москве. Реставраторы сегодня еще раз подчеркнули, эту работу в первую очередь необходимо чувствовать. Нужно не только проникнуть через плотные слои пыли и краски, но и понять идею самого художника. Иначе ничего не получится. А на Одинцову Максим Тышковец, Новости Вологды.